И снова я вас приветствую в нашей студии. Мы вместе с Натальей и Андреем продолжаем разговор о уже результатах пребывания наших собеседников, пребывания здесь. И вот я озвучу тот вопрос, который был задан до перерыва, а именно разница между тремя и четырьмя неделями. Что же такого важного и нужного для вас, если это произошло? Произошло именно наше пребывание на четвертой неделе, потому что в основном приезжают на три, а вот вы решили чуть-чуть продлить. И вот ваше мнение, нужно ли это было делать и что, собственно говоря, за эту неделю случилось у вас? Ну вот наш райан, он перестал стимить, он перестал руками махать. Это для меня очень... меня раньше это честно раздражало. Когда это произошло? Ну это еще где-то на второй неделе произошло, он перестал стимить. Для меня это большая радость. Потом вот вчера даже Юзафа нам сказала, что у Райана растянулось, вот именно вчера, это уже четвертая неделя, растянулось сухожилие. То есть там тонус, да. Оно было у него как бы короче, и вот оно стало... Я открою, наверное, если вы не будете возражать, да, причину, собственно говоря, что же произошло. Это вот ситуация, связанная с родовой травмой, и почему сочетание таких симптомов, то есть как бы изменения какие-то были в ноге, в мышцах, в сухожилии, да, и вот вроде бы как в нервной системе, вроде как в мозгу, на самом деле ничего в этом, ну, такого странного, необычного нет. Просто это следствие одной и той же причины, которая случилась в родах, и разные центры оказались повреждены. Поэтому вот лечение направлено как раз было и на устранение и того, и того, и как только улучшился кровоток, как только спало внутричерепное давление, центры начались восстанавливаться. И вот эти проявления, которые вы видите у Райана, вот новое, которое вас очень радует, это как раз включение вот работы тех центров коры, которые не работали, которые, естественно, отстали, которым нужно время. И вот Андрей сказал, мысль такую, мы сейчас к ней вернемся, а именно программа дальнейшего развития выстроилась, потому что как раз сейчас на первый план выходит, и это именно четвертая неделя, и многие эту четвертую неделю как бы переживают дома, вот, а Наташа с Андреем эту неделю переживают здесь, и мы можем как бы уже вот донести до вас, что же за эту неделю происходит. То есть выстраивается программа дальнейшего развития, то есть центры начинают уже догонять вот то, что они не делали раньше. То есть как бы он растет, время уходит, и вот нужно догонять, и это как бы вот догонку идет достаточно большими и быстрыми темпами. И вот я, так сказать, да, возвращаюсь к тому, что я вас перебил. Пожалуйста, вот по поводу ног, да, что изменилось. Вот череп даже форму обрел, скажем так правильно, хотя раньше мы не обращали внимания, ну то есть ты тоже не понимаешь, может он там с возрастом еще поменяется сам по себе, но здесь это просто стало тоже наглядно, многие тоже об этом говорят, мы думали, что там проблем нет, но оказалось, что там тоже есть над чем поработать, и вот как по ощущениям были какие-то там шишки, можно сказать, так сейчас уже правильная форма. И ничего там нет, шишки уже пропали, они сразу пропали, мне кажется, на первой неделе они пропали. Просто мы обратились чуть позже на это внимание. Внимание, да, я всегда там рукой проводила, меня это интересовало. Все-таки разница между вот, что было на третьей, что было на четвертой неделе, давайте мы к этому вернемся, вот мы там прервали, что же происходило вот именно на четвертой неделе вашего пребывания? Ну вот, сухожилие у него потянулось, он уже как бы на пальчиках почти не ходит, он нормально наступает на ноги, ну и как бы удлинилось сухожилие, что нас как бы радует, потому что это важно в организме человека. Походка, это обувь, это возможности физических нагрузок дополнительных и так далее. Это тонус, да, конечно, это вот то, что закладывается на будущее, чтобы он мог полноценно развиваться. И не было ни плоскостопия, не было ни слабости мышц, не было никаких изменений, походки, которые меняют и осанку и прочее. То есть вот это все, собственно говоря, вот уже ушло, то есть от этого, ну можно сказать, избавились. Что-то еще возникло, какие-то еще моменты вы хотели подвести? У нас много всего, если честно так, ну поменялось. Я вижу каждый день, как он меняется, и он стал больше усидчив. Вот мы шли в церковь 12 километров пешком, и он с нами шел. Он не стерил, он просто шел, ну в церкви себя нормально вел, ну назад уже. Вот это как раз дает возможность работы ног, то есть он не устает. Да, может ходить с нами долго. Для маленького ребенка ему 3,7, это много, ничего, он шел с нами. Да, если так вкратце, то говорю по моментам, то у него улучшилось внимание, концентрация, усидчивость, выносливость тоже. Банально интерес детский появляется ко всем предметам, животным. Ходили в зоопарк тоже, ему очень особенно понравились слоны, жирафы. То есть он прям на этом вольерах с этими животными зафиксировался, смотрел, изучал. Там пингвины тоже, как они плавают под водой. То есть тут очень хороший зоопарк, всем рекомендую сходить. Да, и соответственно, это тоже был показатель. Если, говорю, раньше банально кота не видел дома, а сейчас уже всех животных, там попугаи, которые очень красивые. То есть он не просто там видит, он различает, кому-кому, кто-то более интересен. Да, да, то есть где-то прям останавливается. Я вижу, что даже тут много детей, и он входит больше с ними в контакт. Он может подойти к любому ребенку, посмотреть, что он делает. Уже детей не старается обходить стороной. Они как-то все тут вместе, и они становятся общительными друг с другом. Это тоже очень хорошее. Была вот пара, уехали уже, даже и Артем, и сын Кирюш. Вот мы с ними бегали, мы ходили по парку, гуляли вместе, они игрались, скажем так, бегали. Был момент, конечно, что он его что-то толкнул, в плане, что что-то не поделили дети. Вот вы знаете, я сейчас озвучу такую мысль для тех, кто нас смотрит. Вот просто у кого нет в семье таких проблем, и могут воспринимать, ну подумаешь, там, самолет увидел, ну подумаешь, там, суп съел, казалось бы, какая вот, ну, ерунда там, что там такие рады. Но я хочу вот обратить ваше внимание, вот, Наташа правильно сказала, те семьи, у которых это вот переживают, они понимают, о чем идет речь. Ведь вот представьте ситуацию, когда вам говорят, что вот ваш ребенок, вот он все, вот он, как бы, да, на всю жизнь, вот вы с этим будете жить, когда он ничего не воспринимает, когда он ничего не понимает, когда он, как бы, вот, вообще не несет в себе, по большому счету, ничего человеческого. И вот, как приговор, да, выносится, и все, вот на этом, как бы, вот с этим нужно смириться, с этим жить, ну там, пытаться что-то, может быть, вот, научить его, вот, как Андрей сказал, выгрессировать какие-то моменты, как, типа, там, собачку, там, тапки принеси, там, вот, и так далее. Вот, и все. И вдруг получается, что ребенок, казалось бы, да, вот, что там, поговорили дистанционно, и вдруг он там сделал что-то, то, что никогда не сделал, потом еще, потом еще. И, конечно, вот, радость или эмоции Натальи, у нас девушка вообще эмоциональная, наверное, уже заметили, наверное, вот, она, то есть, это невозможно, это невозможно не реагировать, не радоваться, потому что ребенок, вот, он исцеляется, как бы, да, вот, то, что я просто резюмирую то, что вы сказали, ребенок исцеляется на глазах, каждый день у него проявляются какие-то, вот, моменты, какие-то черты, какие-то черточки, которые, ну, как бы, вот, возвращают его в реальную жизнь. И вот, исходя из этого, у меня к вам вопрос, вот, Андрюш сказал, что вот именно четвертая неделя, она, она как раз направлена на составление, как бы, вот, на определение, может быть, на понимание той программы, которая будет у вас, как бы, вот, в дальнейшем. Вот скажите несколько слов, что же вы поняли, вот, за эту неделю, что вы, вот, решили для себя, может быть, изменилось ли что-то в вашей семье, в вашем, так сказать, отношении, ну, вот, чисто, такой, вот, семейный момент, что произошло ли. Конечно, да, изменилось, конечно, каждый для себя делает тоже выводы, и я хочу еще тоже такой момент добавить, что, в принципе, смотрите, мы не отвергаем необходимость центров, тех или иных, но надо понимать, мне кажется, родителям будет полезно это услышать, что если у ребенка есть какая-то проблема, что-то ему мешает, ее надо сначала забрать, исцелить, а уже потом обращаться в те или иные центры, то есть… В центры развития. Да, то есть, смотрите, я имею в виду не обязательно, я ничего против, как бы, не имею этих центров, потому что в некоторых случаях они действительно помогают, дают какой-то результат, то есть это все индивидуально очень, то есть надо это тоже понимать. И когда ты знаешь проблему, ты ее решаешь, в дальнейшем ты уже понимаешь, надо ли тебе, допустим, АБА-терапия или достаточно будет обычного садика, то есть просто все, ребенок… Или, так скажем, логопед. Да, да, то есть вот программа, про которую вы спрашиваете, да, она выстраивается сама по себе, то есть по советам специалистов, по своему видению, ощущению, ты понимаешь, что там надо логопеды, допустим, дефектологи, ЛФК, то есть лечебная физкультура, занятия банальных, кому-то там может быть бассейн, кому-то… То есть, ну, все индивидуально, то есть каждый родитель уже хотя бы понимает, в каком направлении двигаться, что делать, а до этого, да, какая ситуация, ты не понимаешь, что делать, куда бежать, пробуешь все, ездишь по всем городам, где что-то где-то кто-то тебе сказал, что-то услышал, кого-то посоветовал, и ты вот вечно в этих… В поисках, что-то ищешься, не знаешь что, тяжело. То есть ты иногда момент такой, ты не понимаешь, нужен, ну, должен ты быть здесь или нет, то есть или это не помогает, то есть вот пока проблема не решена, ну, мое личное мнение, что нет смысла вот тратить и время, и деньги по этим центрам, потому что они могут дать результат, ну, минимальный, мне кажется, потому что, ну, проблему центр не решает. Ну, вот обычные центры или там детские садики, или да. Если ребёнок не может, вот даже я по нашему ребёнку, по району сужу, вот если он не может там высидеть этот час учиться, если он вообще не воспринимает это, что ему, ну, чему его учат, он не может это запомнить, это очень сложно, это деньги на ветер, ну, и как бы и время, и время, да, потому что ты вот ходишь, хочешь, ходишь и хочешь, ну, какой-то результат, а он получается вообще либо минимальный, либо вообще нулевой, вот так как мы тоже там ходили, полгода ходили, а потом я спросила нашу, ну, та, что вела нашего района, что вот за этих полгода, вот она, даже не то, что я, а вот она как педагог его, что она видит, что изменилось. Она так посидела, подумала, ну, знаете, мне кажется, ничего не изменилось. Я говорю, тогда что мы здесь сделали вот этих шесть месяцев, ну, как-то, ну, вот так. Ну, говорю, что люди не обижались, претензий-то нет, но... Потому что нет, ну, потому что непонятно проблема. Да, они не работают с проблемой, они просто по факту... Никто, грубо говоря, никто не ставил реальные диагнозы, невысокая причина, вот это то, о чем мы все время говорим, вот, и, как бы, ставим в главу угла работу, на этом построена работа наших специалистов. Ну, и в заключение, наверное, да, я хотел бы, ну, вот, может быть, что-то вы хотите вот без вопросов сказать родителям, чисто вот в качестве каких-то пожеланий, вот, да. Ну, во-первых, я бы хотела всем вам сказать огромное спасибо. Вот Давиду, Юзефе, вам, доктору Аркадию, доктору Асафу, доктору Шлому, Фире, Марине и нашему гиду Андрею. Все вы очень хорошие люди, вы делаете очень большое дело, вы излечу, как так сказать, исцеляете всех нас, родителей, вы исцеляете наших детей. Это, ну, вам за это очень большой поклон, спасибо вам. Я даже не знаю, как выразить свои эмоции, я очень рада, что мы здесь. Вот, ну, вот реально, я желаю, чтобы все дети были здоровы. Если вы видите это видео, звоните Давиду, договаривайтесь, делайте дистанционные сеансы, едьте сюда. Это, ну, я уверена, что это помогает. Я вижу это по своему ребенку, по детям, которые здесь. Ну, у меня, я не знаю, я очень сильно благодарна вам всем за ваш труд, за то, что вы делаете для нас всех. Я хочу добавить для родителей, так сказать, главное, чтобы вы верили и в свои силы, и в своего ребенка самое главное. То есть, ну, не сдавайтесь, то есть, разные ситуации бывают, все это прекрасно понимают, но всегда, вот во что бы вы не верили, главное, верьте в своего ребенка всегда. И тогда все будет получаться, потому что, ну, если вы не верите, то кто тогда будет? То есть, это, мне кажется, основа тоже исцеления, чтобы вы верили, что и у вас, и у него все получится, и все будет хорошо. То есть, вы не думайте, что вы попали в ситуацию, с которой нет выхода. Выход всегда есть. Ну, да, ну, а мы в свою очередь постараемся помочь всем тем, кто к нам обращается. Спасибо, ребята, за такой вот содержательный, интересный разговор. Спасибо вам. Да, я желаю вот от имени всех специалистов нашего центра вам самого-самого хорошего, чтобы все, что вы задумали, наметили, еще и наметите, чтобы все это сбылось, чтобы вот вы там через пару дней уезжаете, чтобы, как говорится, вот хорошие, легкие дороги и всяческих благ. И, как всегда, я приглашаю вас уже к нам с районом в гости, как туристы отдохнуть, посмотреть, побродить по местам, покупаться в море. Вот просто вот, чтобы вы, говорится, не думали о том, что надо лечиться, надо исцеляться, а просто приезжали вот продлить где-то, может быть, лето, отдохнуть и вот, скажем так, забыть то, чем мы занимались здесь. Спасибо за приглашение. Да, всех вам, так сказать, удачи, благ и всего хорошего всем нашим зрителям и слушателям. И до новых встреч. До свидания. До свидания.